Перспективы установления побратимских связей между Брестом и Аликанты, сотрудничества между высшими учебными заведениями белорусского и испанского городов, а также вопросы торгово-экономического партнерства между Брестской областью и Автономией и Валенсия обсуждались накануне в Брестском горосполкоме. Итогом переговоров стал обмен специальными договорами, которые обе стороны планируют рассмотреть и подписать в ближайшее время. Участники встречи выразили уверенность в том, что взаимодействие двух городов принесет несомненную пользу, и сделанный первый шаг станет только началом в укреплении дружественных отношений. Бесспорно, город Брест заинтересован в установлении хороших дружественных отношений с городом Аликанты. Это обусловлено множеством факторов. Прежде всего, конечно, туристический фактор, фактор возможного недорогого туризма брещан. Второй фактор – это культурологический. И замечательно, что наши отношения мы начинаем от сегодняшней такой очень интересной культурной акции. Ну и третий фактор – конечно, нам надо как-то выходить на испанский рынок, потому что соотношение нашего экономического взаимодействия между Брестской областью, между городом Брестом и Испанией, естественно, пока не в нашу пользу. Поэтому надо искать точки соприкосновения, что мы, белорусы, что мы, брещане, можем продавать в городе Аликанты, вообще в провинции Валенсия. Ознаменовалась встреча и масштабным культурным мероприятием. Состоялась торжественная церемония передачи в дар городу над Бугом 40 работ изобразительного искусства, выполненных испанской гражданкой, к слову, матерью, кандидата на пост почетного консула Хосефа Месса Гарсия. Картины выполнены в стиле православной и католической иконописи. Решение об их передаче женщина приняла в знак дружбы с посольством Беларуси во Франции и Испании. К сожалению, быть лично на мероприятии она не смогла, однако передала свои самые теплые пожелания белорусам через своего сына. Моей матери почти 90 лет, и когда я сказал ей, что в качестве будущего почетного консула Беларуси в Аликанте поеду в Брест, и там есть возможность устроить выставку ее работ, она очень обрадовалась. Для нее это возможность показать свое творчество людям, которые знают о православии и понимают его. В торжественной церемонии передачи картин принял участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь во Франции, Испании и Португалии Павел Латушка. Дипломат отметил, что наша страна заинтересована в развитии межрегиональных отношений в различных сферах и отраслях, от экономики до культуры. Тем более, что положительная динамика в этом вопросе с Испанией уже есть. Экспорт беларусской продукции на испанский рынок вырос за первые 5 месяцев на 146%. И это очень хорошо показывает, когда мы смотрим на огромную кризисную ситуацию, которая находится в нашем регионе и в европейском регионе. Очень важно, что у нас активизуются контакты между бизнесменами. И в этом году мы провели первый беларусский бизнес-форум. В Минске на этот форум прибыло 25 испанских компаний, которые затекают в развитии гандлево-экономических инвестиционных отношений с Беларусью. Мы подрыхтовали с испанским боком до подписания межрегионного погоднения об сопротивлении промышленности и экономики. И плануем створить ближайшим часом межрегионную экономическую комиссию. Мы готовы так само подписать погоднение Державный комитет по стандартизации сертификации Беларуси с Отповедным Державным агентством Испании по пытаниям стандартизации сертификации наших товаров, что является важной передумовой для организации экспорта беларусской продукции и испанской продукции взаимно на наши рынки.